Мамаев Курган сегодня сердце всей страны. Именно здесь 75 лет назад изменился ход не только Великой Отечественной, но и всей Второй Мировой. Цветы у подножия памятника Родина-Мать возлагает президент Владимир Путин. А позже обращается к тем, кто когда-то на зов Родины откликнулся. Несокрушимой твердыней встала перед боргом наша страна. Встал непреклонный Сталинград. Советские воины будто вросли в израненную землю, превратили в неприступную крепость каждую улицу, траншею, дом, огневую точку. К Сталинграду немцы подступили в июле 42-го. На правом берегу Волги у советской армии оставалось всего несколько километров. Крепко встали на защиту всей страной. Две дивизии по 10 тысяч солдат целиком из татарстанских ребят. И, конечно, это не все. С первых дней воевал в городе молодой лейтенант разведки Фараха Рудинов. Сегодня грудь в орденах, а на руке до сих пор швейцарские часы, подаренные маршалом Жуковым. Говорит, победили все вместе. Степлом вспоминает и талантливого командира, и однополчан, и помощь мирных жителей. Вот и управа на холодный расчет врага. Гитлер рассчитывал, дойдут до Волги и конец войне. Но попали в самое масштабное и самое кровопролитное сражение в истории. Миллионы бойцов, 200 дней и ночей. Артюшин из Зеленодольска, Горайшин из Сарманова, Гуленков из Нерникамского. Все пропали без вести. В этом списке 20 ребят со всего Татарстана. В декабре, когда немцы уже не наступают, а защищаются, на помощь их генерал-фельдмаршеру Фридриху Паулюсу выдвигается целая группа танков. Их и останавливают наши земляки. 500 танков, если бы добрались до Паулюса. 500 танков. Ну, согласись, окружения бы никакого не было. И просто-напросто история была бы совсем по-другому. Я напоминаю, план Барбаросса. Гитлер хотел не только Сталинград взять, он собирался дойти до Казани, вообще-то. До всей Волги. Сегодня Минобороны России запустил на своем сайте мультимедийный проект. Архивы, фотографии, письма. Рассекречены очередные документы, в том числе рукописный текст телеграммы Рокоссовского о пленении командующего 6-й немецкой армии Фридриха Паулюса. Сталинградское сражение с каждым годом открывается все новыми страницами. Уходят его участники, но остаются документы, как немые свидетели самой кровавой, но победной битвы.